Понятно, да, как из истории формируется повествование-рассказ. Вот наши ветхозаветные рассказы, вот такое, это не съемка, это уже структура, это уже рассказ, это смонтированное повествование. Оно не всегда отвечает законам историографии. И более того, это проповедические истории, ведь они учат, они проповедуют. Поколение поколению рассказывали, более вошли уже в композицию тех или иных книг и вместе создают нам богословскую интерпретацию истории. Еще раз, да, история ветхозавета – это богословская интерпретация. Теперь у нас остался такой маленький момент, как выяснить, уже я переднем к рассказам. Мы немножко вчера говорили, я потерял среди своих тысячи слайдов, ну сотни слайдов, необходимый слайд, я там его написал, и вдруг обнаружил, что я его потерял. То есть у меня в конспекте есть расписано, и у меня есть такая привычка. Я написал, думаю, а потом вернусь. А он где-то там затерялся, и, ну, в общем, одна из сложностей. Значит, схема повествования. Схема повествования такова. Вы уже немножко говорили об этом. Есть некие предшествующие события, вот это первые две точки, первая стрелочка. Это некое предшествующее событие. Можно так сказать. Есть подготовительные действия, определенные события и завершающие события. Так вот здесь начало действия – обстановка. Рисуется обстановка. Затем здесь стрелочка – появление конфликта. И тут уже происходит усложнение. Авраам. Ине. То есть я тут. И после сих дней, да, обстановка, там пишется, после сих дней было слово Господне к Аврааму. Авраам, ине, как барашек блеет, Авраам, то есть я тут. Возьмите, на которого ты, твоего, единственного, смотрите, как, единственного, которого ты любишь, принеси мне в жертву. И что получается? Усложнение. Появляется сюжетный конфликт. Затем обострение конфликта. Вставший рано поутру, возбудил Исаака. Исаак, вставай, как я детей в школу бужу. Они, папа, я хочу еще спать. Вставай, вставай. Тебе надо в школу идти. А тут нет, тут не в школу идти. Вставай. Папа, я хочу еще поспать. Вставай. И вот нарастает конфликт, да? Нарастает. Идут, собрали, знаете, такое. Я иногда ощущаю там атмосферу, да? Еще есть в повествовании образы такие осязаемые. Или ощущения, да? И там, как, знаете, такая звенящая тишина. Такая, знаете, молчаливая методичность в исполнении. Такая последовательность. Но там прямо, вот, знаете, эта тишина, она аж какая вот не просто звенит. Она, знаете, как вот она давит, давит плитой. Идут три дня. Папа, а где же это, где козленок, которого нужно принести в жертву? Еще сильнее напряжение, да? Бог усмотрит. Идем. Он смотрит его в глаза. А тот ему смотрит тоже в глаза. Может, отец отвернулся, может, в раме и не хочет даже смотреть в глаза. Нарастает конфликт, нарастает напряжение. Он оставляет слух. Идет. И там, когда он его связывает. И это пик. И тут только заносится нож. Стой, Авраам! И что происходит? Здесь вот эта точка обострения конфликта. Вот эта точка вверх, это пик конфликта. Это точка ослабления конфликта. Стой! Вон там. Говорит, не надо. И мы такие. Ху! И вот потом что происходит? Здесь это точка завершения конфликта. Решение ситуации. Завершение. Это конец действий. Понимаете, да? И так построен, в принципе, каждое повествование по другой структуре ветхого взгляда. Разные ученые предлагают, ну, разные схемы. Ну, как следует. То есть не то, что они выдумывают, но тем не менее. Смотрите, вот такую можно. Первое всегда, вот, место действия. Можно для себя, когда мы исследуем повествование, сразу так, место действия. Да? То есть где это? Где происходит? Потом действующие лица. Это другой вариант. То есть нету такого, знаете, вот четкого клише. Где-то что-то мы вокруг одной структуры, ну, крутимся, но каждый может себе. Это другой вариант. Действующие лица. Следующий пункт. Как ситуация развивается? Начало конфликта. Обострение конфликта. Кульминация, развязка. И какие последующие действия? В данном случае история в рамках. Какие действия? А теперь за то, что ты, я, говорит, умножая, умножу, благословляя, благословлю. То есть возвожу это в какую-то энную степень. За то, что такое произошло. У меня есть интересная интерпретация этой истории, да, с точки зрения социокультурного контекста. Ну, я ее не буду приводить. Потому что как-то один проповедник сказал, что Даш Пастырь, как всегда, играет с либеральными вещами. Ну, так в шутку он сказал. Но я думаю, она больше мне говорит, чем, ну, потом. Это не для камеры и не для лекции. Понятно, да? Так построена каждая история. Давайте вспомним любую историю. Ну, такое повествование Ветхого Завета. Например, история о Иосифе. История про Иосифа. Где-то даже она у меня была в слайдах. Я знаю, что она недалеко. Где-то вот тут. Так-так-так. Слайды. Ага. Как раз. Как раз. Как раз. Как всегда. Она где-то там, что я даже не знаю, где. История Ноя. Ну, давайте вспомним. Я же ее только видел сегодня. Ну, Господи, ну почему так? Потому что ты должен быть прилежный. Вот так, говорит, скажет Бог. Ну, я так хочу показать студентам этот слайд. Да. Надо было думать об этом вчера. Да. Я точно же видел, Господи. Я точно же видел. Вот надо было на рабочий стол поставить. Точно было видно. Окей. А, вот она. Это, ну, просто старый слайд из проповедей на эту тему. Видите, еще 23 марта 2008 года. Сейчас, сейчас тут я пока промотаю все эти рекламные щиты. Вот. Значит, смотрите. История Иосифа, да. Или прогулка по Египту. Ну, обычно сейчас модно из Египет, а тут парень бесплатно что-то попал. Ну, вот такую я себе схему сделал наглядную. Начинается вон Иосиф в доме отца. Да. Все классно, все интересно. Потом раз попадает он в Египет. Уже, помните, там было, есть напряжение. Есть обстановка. Рисуется обстановка. Есть персонажи. Иосиф, братья, он выделяется сразу. Он раздражает. Помните, значит, он пришел домой, сон приснился. Тебе уже... Там ему еще один сон приснился, уже папа. Ну, уже достает. Хотя он любимый папенькин сынок. У него была лучшая модная одежда. Всем папа покупал в секонд-хенде. Иосиф покупал в фирменном магазине. Там Гуччи или там от какого-то. У него была одежда разноответственная. Интересная деталь этой истории. Еще раз одежда фигурирует, но в истории с женой Патифара. То есть я... Ну, вот интересные такие детали. Вот эта вот одежда выделяется и потом повторяется. Мне сложно сейчас объяснить и понять, в чем фишка, роль. Но просто интересно. Там выделяется одежда в начале. И потом тут же идет одежда есть. Это очень интересно. Я не думал над этим, но над этим стоит подумать. Потому что если появляется что-то в повествовании, оно появляется не зря. Если в кино человек вышел на улицу с зонтиком в фильме, значит, что скоро будет в этом фильме дождь. Если он засунул пистолет, это не просто так. Он должен с него выстрелить. Таковы правила рассказа, повествования. То есть все детали есть, такие обравления, но детали, если не появляются, они должны выполнить какую-то функцию. То есть если появляется одежда в повествовании, она должна какую-то функцию играть. Мы просто не знаем, но это другой вопрос. И вот он попал в Египет. Вот бы выключить бы ту. Потом, смотрите, как здесь скачет повествование, интересно. Попал в Египет, но потом у него такой подъем. Попал в дом. Ну, неплохо устроился. И мы такие переводим дыхание. Фу, ну, попал парень туда, но тем не менее все-таки хорошо устроился. Потом снова напряжение. Бабах туда. История Иосифа с женой Патифара. Подлый заговор. Иосиф в тюрьме. И потом идет наверх. Иосиф становится примером министра Египта и встреча с братьями. И здесь еще интересный момент. Вот видите, рассказ. То есть есть напряжение, то есть обстановка персонажей, нарастающий конфликт. Но все-таки братья сговорились его убить, он попадает в Египет. Вообще, для памяти, еврейской памяти, Египет это... Ведь этот же рассказ говорит со современной аудиторией. Аудиторией, которая уже знает Египет в том виде. Это то же самое, если бы мы, например, остаются такие ассоциации. Возьмем даже еврейский народ, скажем, история Третьего Рейха Германии. Или Восточная Европа. Вот есть целый курс в открытом Великобритании Израиля. Катастрофа восточноевропейского еврейства. И вот для этой памяти вообще слово Германия, какого-то периода оно звучит очень сложно. Так как, может, для многих память, скажем, слово Советский Союз, да, уже. То есть, поэтому для современных слушателей, вот того периода, когда книга «Бытие» уже была написана, то есть Египет уже ассоциировался с какой-то такой, ну, не самой лучшим местом для жизни, да. Поэтому двойная такая вот, ну, двойное, двойное, как бы вдвойне отягощается, да, вот атмосфера эмоционально слушания этого рассказа или прочтения. Иосиф в Египте снова, тот раз, только он немножко там устроился снова вниз, в тюрьме, вообще все, рабство. И потом, благодаря истории о сновидении, истолковании, он поднимается наверх, потом встреча с братьями, там, как бы, целый сериал. Есть. Еще, помните, я говорил вчера о ключевых словах, когда говорил структура, форма, да, структура и ключевые слова. Интересно, здесь есть слова такие, которые вот иногда вот повествование, нужно, знаете, как вот рукой трогать, и там всегда будут такие вот какие-то, оно рельефно. Вот нужно уметь прочувствовать этот рельеф. Это не просто такая, знаете, карта вот плоская. Повествование рельефно. И вот нужно вот, когда мы читаем, увидеть выпуклости, какие-то повторяющиеся идеи, слова или фразы. Вот одно из повторяющихся слов в этой истории, на которую я обратил внимание, это вспомнить, помнить. Сейчас, если я в той проповеди говорил, это должно быть, просто я уже не помню. Ага, вот, смотрите, опять, помните, вчера говорили, вновь появляется идея, которую мы встретили у Ноя, Бог вспомнил. Потом мы встретим это в истории исхода, Бог вспомнил. И в истории Иосифа в Египте это слово повторяется, Бог вспомнил. Но как? Не говорится, что Бог вспомнил, но это слово вспомнил есть. Иосиф говорит, видно, черпи, который будет освобожден, говорит, ты вспомни обо мне. Дальше мы читаем, рассказывали, что он и не вспомнил о нем. Затем, когда происходит этот случай с нами фараона, и когда все в напряге, знаете, почему все в напряге? Потому что фарон в напряге. Если фарон в напряге, все будут в напряге. Потому что там сейчас выводят, и, ну, будет проблема. Поэтому и вот такая ситуация подогрела вдруг память. В иночерпи, и он, смотрите, грехи юности я вспоминаю. Для меня есть это очень-очень богословское значение от этих слов. Здесь как бы, ну, формируется идея богословия, такое провиденциальное богословие, проведение Бога. С одной стороны, Бог здесь не присутствует. Ну, там есть только фраза, и Бог был с ним. Нету молитв Иосифа или что, просто Бог был с ним. И здесь якобы, в такой стране, кстати, эта идея повторяется в книге «Исфирь», где тоже как бы Бог не присутствует. И такое впечатление, что авторы, когда говорят, что в каких-то ситуациях плена, да, или рабства, то есть, где Израиль на чужой стороне, там как бы нету Бога. И для древнего мышления так оно есть, потому что Боги были территориально закреплены. Это другой вопрос. Понималось ли это автором, нет? Или он спорит с этой концепцией, потому что это не евреи после Вавилонного периода? Или еще? Ну, здесь вопрос толкования будет связан с вопросом датировок. Но, на мой взгляд, такое было представление, что если наш Бог – это Бог племени, Он на нашей территории, когда ты пересекаешь, выходишь за пределы своей земли, ты теряешь защиту своего Бога. Но здесь уже формируется богословие, присутствие Бога, пусть не так явно, оно провиденциально, то есть слово «провидение», да, то есть оно не явно, но Бог присутствует, через вот эти вот якобы вспомнил и не вспомнил. Потом мы понимаем, Иосиф говорит, что это Бог со мной, и в этом очень серьезное богословское значение этих вот вещей, то есть рассказ нужно понять, это не догматическая история, это не догматика, это не доктрины, это не схоластическая или не философско-богословский язык, это рассказ, и богословие там просто вылито или отлито в эти формы, его нужно собрать и само повествовать, его нужно нюхать, его нужно видеть, imagination – воображение, переживание, помните, вовлечение, и потом в конце, да, таки Бог там присутствовал, и это дает проповедь или надежду в такой ситуации, где кажется, что Бог нас оставил, Бога с нами нет. А один ученый, богослов, библиист, разочаровался в Боге, потерял веру в Богу, потому что, потому что, когда он начал читать историю Холокоста, он говорит, я не могу понять, я не верю в Бога. Я не знаю, был ли он евреем или не евреем, это был христианский библиист, богослов. И он потерял веру, говорит, и для меня вопрос зла, наличие зла стал камнем преткновения, и когда он просто очень серьезно читал историю Холокоста, да, и он потерял веру в человечество. Я так, когда почитал веру в Бога, я когда почитал эту историю, думаю, ну стоп, где он читал эту историю? Дома, сидя в кабинете своем, за чашкой кофе. И это его потрясло. А давайте послушаем, почитаем тех, кто сам был в этой ситуации Холокоста, как они говорили о Боге. Более того, давайте почитаем, где рождалось самое высокое богословие в Библии, оно рождалось в ситуации Холокоста. Тогда, на самом дне богооставленности, казалось бы, трагедии и страдания рождалось самое высокое отчаяние и богословие. И имплицитно зарождающее, но здесь в этой истории, якобы так провиденциально, но уже формируется представление, что Бог не ограничен. А помните, нужно понимать ветхозаветные рассказы не те, которые на перекрестке дискуссий современной, они были на перекрестке той античной, древних дискуссий, представления о Боге. И здесь автор расширяет границы Божьего присутствия. Более того, показывает, что в таких ситуациях Бог продолжает быть своим и своим народом. Это очень тяжело. И так же самое это продолжается в богословии периода Плеса, Павелонского. Это очень интересно именно. Потом эта идея продолжается, я вчера говорил, в истории с Захарией, Иваном Ветлукин, интересно снова, и вспомнил Бог. Значит, эта фраза «вспомнил Бог» имеет какое-то историкоискупительное значение. Это, значит, всегда сигнал, что продвигается вперед история искупления. Такой немецкий термин «Hersgeschichte». То есть, когда некоторые богословы, библисты ставят, ну, не все согласны, то есть, что Библия развивает, идет такой категории «Hersgeschichte» – «Истории спасения» или «Истории искупления». Иногда используют многие евангельские тоже библисты, когда говорят же «salvation history» или «history of salvation». То есть, нужно так понимать развитие библейской истории. Так вот, если в мысли таких категорий, в такой перспективе вспомнил Бог, это как раз вот оттуда. Это маркировка в том, что идет новое движение искупительного, ну, шествия Божьего Царства. Он обещал, был милостив нашим отцам, помнить о Святом Договоре Своем, это вот Захария, да, клятву и клятву. И я вчера говорил, что помнить, да, слова. А Захария – это же корень… Закер или Закар, я не помню, вспомните вашего учителя иврита. Закер или Закар – помнить. Захар, помнить. А вот это Захария. Ведь уже само имя, которое в контексте памяти. И сын Йоханан – это корень благодать, милость. Или хана – женский вариант этого имени. Благодать, Анна, хана. То есть, видите, эти слова, то есть, это мозаика, из которой лепится библейское богословие, не из метафизических категорий, только лишь. Хорошо. Так, что там? Ну, это просто история. Как можно видеть, что это часть общей картины, да? Ведь история Иосифа продолжает историю отношений Бога с Авраамом, развивает, ну, то есть, она есть часть общей картины. Так, отключаем, потому что это… Здесь очень много. Так, 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 так. Ну, это новозвитие. Какой еще у нас такой, может быть, пример? Иона уже немножко другой. Это, да, повествование. Но мы сейчас говорим не о книге, а вот этих, ну, рассказах, из которых… Иаков, да? Ну, что это у меня здесь? Само Иов. Ну, Иов. Это книга целая. Хотя там тоже есть. Иова другая. Кстати, Иов немножко… Можно, да, там есть что? Начало. Есть обострение. Где обостряется обстановка? Не, из разговора Бога с сатановой. Уже начинается, он начинает там вредничать. А что это? Подумаешь там, праведник. А вот ты у него забери, то есть, возьми его в имение, да, посмотрим, как он будет. Это нормально, все благодарят, когда есть, что благодарить. Много ума надо, если у тебя миллион денег упало там с неба. Конечно, человек нормально скажет спасибо. А потом раз, Бог забрал. Опа, уже идет напряжение. А потом, тю, великая радость. А вот если ты коснешься его здоровья, вот тогда посмотрим. Когда вот это вот станет на грани, помните, говорили, на таких пограничных, будет пограничные ситуации, на пределе, да, и вот идет нарастание, эти диалоги. То есть, эти друзья пришли, там, он начинает там уши накручивать. Ему и так плохо, они там еще что-то начинают. И пик – это речь Бога. А потом раз, все восстанавливается. Та же схема. То есть, мы говорим о книге в целом и некоторые книги шиты из истории, да. Цикл «История Авраама», потом «Исааке», «Якове», «Иосифе», «Якове» и так далее, и так далее. Книги царств. Тоже самое «Новый завет», «Евангелие» и «Маленькие притчи». Мы о них поговорим. Что касается книги Иова еще, там другая схема, интересная схема. Она ближе, когда мы будем говорить о этих поэтических книгах, не во всех. Вот такая схема. Кстати, она очень важна. Когда мы говорим о поэзии, я просто забегу вперед. Вот смотрите. Эмоциональное, духовное состояние автора или героя. Это очень важно для проповеди, потому что мы спускаемся на уровень внутреннего мира, сердца человека, его экзистенции. Помните Псалом 72? Псалом Ахава. «Как благ Господь к Израилю, а я едва не пошатнули стопы мои, и позавидовал безумным, там, тарим, тарим». Есть такая схема. Возьмем книгу Иова, возьмем книгу Клесиаста. Что происходит? Происходит того, что все начинается с ситуации ориентации, так называемой. То есть человек ориентирован в пространстве и времени, и кажется, что все у него хорошо. Например, Иов вначале это такое состояние ориентации. То есть он нормально себя чувствует. Даже когда идут первые потрясения, это никак не колеблюет его оснований и верой. «Что Бог взял, то что Бог дал, то он взял, все нормально, это моя доктрина, я верующий человек, все в порядке». То есть он верит, что Бог восстановит, сейчас все будет, все решится. Непоколебим. Он верующий. Но потом идет нарастание сюжета, идет нарастание проблемы, и мы обнаруживаем нашего героя в состоянии дезориентации. То есть когда он находится в полном дезориентированном состоянии. Это Псалом Асафа, да, он говорит, «Как же? Ну почему закон?» Я часто сравниваю первый Псалом, да, те правильники и нечестивые. И 72-й. 72-й Псалом говорит, «Ну как, я в невинности мывал руки, а страдаю, а эти, на работах их нет, да, там они не печалятся, не трудятся, а они по закону должны быть наказаны, а весь мир как будто перевернулся с ног на голову. Почему? То есть это в самый низ дезориентации человек, он вообще не понимает, что происходит, и стоит ли верить в те вещи, в которые он верил? Это постепенно происходит с Иом. Он вначале держится, у него как бы, знаете, еще так руки, он, да, нормально, все, ребята, все, сейчас, сейчас, вот эти руки веры, и Бог все вернет. Вот подождите секундочку, подождите. И так вот, одна секундочка, другая, один день, одна рука у него жала, он говорит, не, нормально, все в порядке, аллилуйя, аминь, я все верю, то есть, и доходит до той точки, когда уже все, руки улыбли, и полная дезориентация, вообще ничего не понимает. То же самое, как и автор Псалма 72, все, полная дезориентация, намеренно текст нас ведет, он нас ведет туда, и можно сказать, что настоящая вера начинается тогда, когда разрушается всякая наша вера. Вот она, потому что много доктрин, много представлений, много что-то, что-то неправильно, и потом заканчивается повествование реориентации, состоянием реориентации. Человек не просто, ну, снова ориентация, это новая ориентация, то есть, он реориентирован, он видит мир не так, как раньше, он видит мир теперь по-настоящему. В этом правота литературы мудрости, потому что иногда мы, когда читаем книгу притчей, всегда вопрос оригидности этих пословиц. Они вроде бы такие, да-да-да, но жизнь показывает всем другие вещи. Так что, кто прав? Книга его показывает, что книга притч права. Псалом всем всегда показывает, что первый Псалом прав. Но мудрость на то и мудрость, что это путь жизни, что его нужно прожить. Надежда на то и надежда, что ее, помните, что ее не запишешь, в конспект и не будешь носить в портфеле. Она либо здесь, либо ее нет. И мудрость то же самое, либо это уже какой-то опыт в жизни. И вот можно что-то знать. Чем не отличается мудрость от просто знания, да? И здесь книга его, она балансирует. И книга Этлесиаста, и первый Псалом подтвержден 72-м Псаломом. Кажется, что 73-й Псалом опровергает первый Псалом. Вы сейчас понимаете, о чем идет речь? Просто жизнь нужно прожить. А в жизни не всегда четкие выстроенные схемы. Но в конечном итоге происходит у Веда. История Иосифа это пример или образец мудрости. И много таких историй. И в этом богословии, что жизнь это и жизнь. Окей, это по поводу книги Иова, да? То есть, вот очень важно, там другая схема, она очень тоже интересная, особенно если проповедовать, нужно понимать. Нужно загнать человека в общину в состояние дезориентации. Потому что вы верите. А я вам сейчас скажу пару примеров, вы перестанете в это верить. И вы говорите. Люди, подожди, стоп. Они цепляются за доктриной, вы забираете, это Солома. Она сейчас, я вам сейчас открою жизнь, а потом вы ведете, ну, если получается. я думаю, я как-то читал лекцию по экклесиасту, да? То есть, говорю, 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 это были психологи, они говорят, ну, мы уже в депрессии, говорят, еще нет, мы еще не в депрессии. То есть, нужно, вот, особенно проблему в жизни и смерти. Смерть, жизнь это кладбище. Ты просто, экклесиаст поднялся над миром и видел, что мир это деревня, которая окружена кладбищем. И все движение в этой деревне идет от центральной площади, все идут, это похоронные процессии. Смерть поедает кусочек или островок жизни. Океан смерти смывает этот островок жизни. Или кусочек, мы просто зависли над бездой, над пастью, тьмы и бездны, смерти. И ничего, нету, никакого спасения. И какая разница, ты лев или собака, когда вы два трупа, это два разных трупа. Что лев, что пес. Какой смысл, что ты царь, что ты раб. У тебя богатая гробница, или ты там лежишь просто разлагающийся под забором. Нету никакой разницы. Вот проблема экклесиаста. Но выслушаем сущность всего в конце. Зачем рассказывать такую? Достаточно ветхий завет так. Выслушаем сущность всего. Бойся, дай ее в соблюдок. Аминь. Аминь. Все, до свидания. Целая история рассказывается. Проповедь. И может быть автор не совсем Соломон, а уже последний последний текст был составлен мне больше этот подход нравится другим, то есть автором, богословом, который хотел показать на примере истории экклесиаста. То есть, если я вам хочу рассказать о свете, что такое свет, я могу долго рассказать, что такое свет. Но самый будет лучший урок, когда я вас заведу где-то в подвал и на пару часов мы закроемся и будем сидеть, а то сутки-то двое в темноте. А потом я возьму дверь, дверь-то открою, и когда первые лучи света света проникнут, вы поймете, что такое свет. Вы будете радоваться, что такое свет. Понимаете, да? Хотя до этого можно рассказывать о квантах, о волне, да, то есть, ну вот, это богословие Клисиаста. Сначала вводит нас в мир зимы, вводит нас в состояние дезориентации безнадежности, но потом показывает, что видишь, вот эта жизнь ведет так вот. И там даже Бог вначале он так вот со спины, то есть, виден, то есть, это там вот. То есть, он все делал, и одно повторяется, как похоронный колокол, суета, суета, это все суета. Вот он. Но в конце профессор лекции по экзистенциализму экклисиаста заканчивает свою лекцию и так. А вы знаете, что? Вы слышите сущность всего. Бойся Бога и заповеди соблюдай. Это все для человека. Вы такие, фу, да, точно, вот это надежда. А дальше, если мы говорим о логосе, который приходит в этот мир, смысл, этот мир вне искупления, мир вне благодати, мир без всякой надежды спасения. Вот приходит Мессия, свет и дает надежду. Это просто, я так уже отвлекся на Иова, да, если брать эту проблематику. С этой стороны структуры, да, вот ощущать рассказ, внутреннее напряжение, да, и тогда это будет скелетом для проповедей. Я просто ушел немножко в сторону. Хорошо. Тоже анализ поэзии. Кстати, вы просматривали вчера вот эти ваши распечатки по структурам. Давайте еще раз вспомним. Смотрите, вот интересный момент из пророка Исаия. Видите, где вот я хотел показать вот вчерашние пролизмы и хиазм. И сказал он, пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Это какой пролизм синонимичный? Видите, одна и та же идея, что, но используется слух и зрение, да, это есть поэзия, это есть рифма, только рифма мысли. Слухом услышите, не разумеете, и очами смотреть будете и не увидите. А дальше идет, интересно, хиазм. Вот я здесь специально выделил. То есть оно идет просто одним, да, вот, ну, картинкой, стих. И когда мы вот эти структуры выделяем, что получается? Ибо огрубело сердце народа сего и ушами с трудом слышат и очи свои сомкнули, да не узрят очами и не услышат ушами и не уразумеют сердцем. Видите, как внешние элементы дублируют, потом внутренние, там сердце и здесь сердце повторяется, там уши и здесь уши и в центре очи. Это поэзия, вот так вот красиво, а если вы посмотрите в Псалом 118, вы вообще ахнете. 22, 22 строфы и каждая строфа, то есть в каждой строфе по 8 парных строчек и каждая строчка начинается с определенной буквы еврейского алфавита. Первая строфа на Алиф, вторая на Бет, Гимель, Далет и так далее, и так далее, и так далее. Так построена книга Плач Ереви. Только там, это так называемый акростик, да, и Псалом 18, как-то вот они сткали эти узоры, то есть есть еще такая эстетическая сторона редкозаветной поэзии или библейской сказки, значит, есть структуры, они имеют какую-то свою риторику, свою эстетику, свою красоту, все это вместе создает ткань библейской картины или богословской картины Библии в целом. Вот почему жанры, почему структура, форма, может быть, вначале это просто для эстетики, но увидите какие-то акценты, которые появляются благодаря этим структурам, которые мы открываем. Нет, там так, что-что? А, это поэзия, да, но там, но не так выстроена, там нет, там, по акростику, там образы, образность. Какие еще примеры? Ну, вот так я разбился, первый псалом, да, вот здесь вообще интересно. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, видите, я вот строчка-подстрочка, где вот они, ну, друг к другу, значит, это такой, либо синонимический прорез, либо такой вот ступенчатый, но, скорее всего, это одна и та же идея, то есть он не грешит. Можно сказать, что блажен муж, который не грешит, да, это как-то не поэтично, смотрите, как это развернуто. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит собрания, то есть тотальность. То есть он показывает, можно сказать, ни в словом, не грешит, да, но здесь показывается тотальность жизни, да, в такой поэзии. Но в законе Господа воля его и о законе его размышляет он день и ночь. Вновь парная строка, то есть парное выражение, да, синонимичный. Значит, в законе Господа воля его, и о законе размышляет он день и ночь. Одна и та же идея. Вот еще одна рифма. Да. И будет он, как дерево, посаженное при потоках, вот, лист, который плод свое, время свое, и лист, которого не вянет. И во всем, что он не делает, успеет. Не так, нечестивые. Они, как прах, возметаемый ветром. Поэтому не устоят нечестивые на суде, и вот, и грешники в собрании праведы. Вот еще одна, да. Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Еще один параллелизм. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Вновь этот параллелизм. Еще одно есть явление, которое нужно понять в библейской поэзии. Это миризм. Не путать с маразмом. Потому что очень легко... И миризм это такая идея, когда автор хочет выразить какую-то глобальную идею путем сопоставления двух крайних понятий. Например, вначале сотворил Бог небо и землю. Небо и земля. То есть два каких-то крайних понятия, которые выражает глобальную идею. Просто все. Все сотворил. То есть небо и землю. Не ешьте от дерева познания добра и зла. То есть добра и зла. То есть какая-то вот убирает в себя всю какую-то реальность. Здесь у нас тоже есть миризм. И о законе его размышляет он день и ночь. Нужно понимать, что день и ночь это не в смысле, что просто уже ходит и уже не может спать, пьет кофе и кока-колу, потому что надо день и ночь. Значит, всегда. Это всегда. То есть он постоянно. Ну, постоянно так парень, что в постоянном листе. Опять же, если мы поймем это очень буквально, ну, мы просто замучаемся. Ну, это значит постоянный процесс. Он всегда размышляет. Он всегда свою жизнь соотносит с законом Божьим. Он всегда строит свою жизнь по закону Божьему. Но не просто он его сидит и читает, и медитирует, и размышляет сутками. Это миризм. Еще мы, опять же, мы встречаем миризм. И увидел я новое небо, то есть новую реальность. Новое там тоже вопрос, как это, обновленное или тотально новое. То есть новое. Жизнь и смерть, да. То есть, ну, там уже чуть, хотя можно, потом где еще мы видим там. Начало и конец, да. То есть все полностью. То есть, понимаете, это еще один такой пример или образец таких фигур. Окей. А вот смотрите, вот. Небеса проповедуют славу Божью и дела, круг его вещает твердь. День дню передает речь и ночь ночи открывает знания. Вот вам поэзия. Вот вам поэзия. То есть, читайте, наслаждайтесь библейской потрясающей поэзией. Но она важна также для интерпретации. Так, возвращаемся к нашим барашкам, к нашему исходному слайду. Итак, схема нарратива или повествования понятна, да? Либо вот в таком вот варианте. Когда мы говорим о повествовательной проповеди, это значит, что она может быть схемой и проповедей. Хотя мы будем говорить о структурах проповеди потом. Но повествовательная проповедь может быть. Сейчас сколько у нас на времени есть? Десять минут. Я начну сейчас немножко говорить о притчах. О притчах Иисуса Христа. Тоже образец, о притчах таких повествователей, повествованиях, больших, да? Где есть сюжет, где есть сцена, где есть действия, где есть персонажи. Притча – это вообще кладезь для проповедника, но, помните, нельзя всегда базироваться, потому что я всегда видел, есть проповедники, он всегда будет проповедовать на откровение. Один проповедник всегда любил Даниила, пророков, и пугал всех, вот скоро, скоро, скоро. А уже ему не верят, потому что это уже скоро лет 15 длится. И, знаете, вот это всегда немножко людей отталкивает, эти все проповеди, которые иногда манипулируют, да? Вот уже, смотрите, признаки последнего времени, вот они, вот уже лет 50 уже люди, и это какое-то, идет недоверие. Картинка всем видна? Что там у нас? Ну, не все, но в основном, все притчи, да, то есть мы собрали переходим к притчам, тоже образцу вот такому. Что ж, да? Значит, я хочу предложить вам поразмышлять сейчас над чьими, такой вот, ну, под таким углом, как анализировать их коммуникативную функцию. Видите, притчи, вообще тексты, мы сказали, что у нас задача, как мы коммуницируем с текстом, как текст коммуницирует с нами, а библейский текст или текст евангельский, какого-то евангелия, это коммуникация. Это коммуникация, как минимум, автора, который этот текст написал с первоначальной аудитории. Если мы говорим о притче, то и притча – часть этой коммуникации. Поэтому меня это заинтересовало когда-то, и хочу с вами немножко поговорить. Значит, мы уже говорили с вами о коммуникации, да, с точки зрения теории коммуникации. Теперь подойдем немножко к коммуникации с точки зрения, как мы часто бываем в этих коммуникативных контекстах. В коммуникации между человеком и человеком, как минимум, должны быть коммуниканты. То есть, субъекты или личности, которые вступают в коммуникацию, читай, общение. Поэтому должны быть коммуниканты, и желательно, как минимум, должно быть два. Один человек может вступить в коммуникации с собой, если он говорит, что очень приятно пообщаться с умным человеком, особенно с собой. Поэтому можно, но неплодотворно. Это не будет. Нужно как минимум два человека. Вот, например, вот этих два парня и девушки. Мы делали когда-то лагерь в Крыму. Это группа английского языка, занятия. Ну, я просто взял фотографию. Любую можно было взять, взял эту. Значит, при коммуникации существуют некие коммуникативные цели. Так ведь? Когда, например, сидит у парня, есть такая коммуникативная цель. Он думает, как после английского пригласить девушку так просто вместе погулять. Там рядом была такая Чабан-Калэр, такая небольшая гора. Там такая старая крепость, какая-то такая башня чабанская. И вот, например, он думает, вот с той башней, вот к той башне, вот я хочу с ней встретиться и пообщаться там. Какие-то у него есть намерения. То есть есть цель вступить с ней в коммуникацию, чтобы добиться своей цели. Он строит, выстраивает коммуникативную задачу, стратегию. Мы сейчас не будем делить там стратегия задачи. То есть думает, ага, я что-то должен ей такое сказать. Ну, так как у меня образование, ну, я так буду фантазировать, Краснопольский техникум отделения животноводства. И последний мой реферат был, как сказать, обильность там, или там, ну, как это, плодоношение, да, овец, скажем, в Новой Зеландии. То есть там животноводство, овцеводство развито. Вот я ей скажу. И вот она говорит, и вот он вступает с ней в коммуникацию. Говорит, слушай, давай после английского поднимемся вон на ту горку и в тенечке я тебе расскажу, как успешно, какое успешное овцеводство в Новой Зеландии. Значит, и, ну, девушка сидит, думает, ну, вот все ожидала. Ну, вот слушать, сейчас вот, когда можно пойти на море в успешном овцеводстве в Новой Зеландии, нет никакого желания. Он говорит, нет, я не хочу, я пойду на море там с остальными. Значит, он потерпел коммуникативное поражение, да, он не достиг победы, если бы он сказал бы, я тебе сейчас там, и пойдем. Значит, его была цель поставлена, но задача оказалась неэффективной. И его коммуникация не достигла цели, и он потерпел коммуникативное поражение. То есть мы всегда имеем какую-то цель, как слово есть, айдженда, да, то есть такой вот, когда вступаем в коммуникацию, и она просто, доброе утро, привет, все, ну, и тогда у нас есть какая-то цель. Студент подходит к преподавателю, хочет, ну, отпроситься с пары, и у него есть цель коммуникативно отпроситься с пары, и он такую задачу ставит. Ну, я скажу, что я болен, и так он приползает, как раненый партизан, то есть, и начинает там рассказывать, что у него там сердца хватает, левое полушарие мозга вообще отключается, он не сможет просто воспринимать, а уши заложило до такой степени, что вообще ничего не слышит, и я на ногу прихрамываю, то есть, ну, вообще, то он приходит, высказал преподопытный, помните, лопух, лопух, профессор лопух, прием, да. И он говорит, нет, ты нормально, ну, всяк лучше ты будешь видеть то, что нарисовано на доске, то есть, нормально, то есть, я тебе разрешу даже посидеть так вот посвободнее, да. Значит, он проиграл свою коммуникацию. Значит, очень важно, как цель реализуется, да, как она достигается. Поэтому идем дальше. Когда мы встречаем притчи, наши притчи, притчи, особенно большие притчи, ну, есть серия маленьких, они делятся, всегда есть часть коммуникации, какого-то речевого, ну, не то чтобы действовать, то есть, коммуникативного контекста. И вот если такую схему вот проследить, допустим, пункт А – это начало разговора. Приходит книжник, дает вопрос. И тут вместо ответа появляется притча. То есть, А, Б – это переход в мир притчи. А – это начало речевого какого-то или коммуникационного какого-то действия, да. А, Б – это переход в мир притчи. Уже рассказывается притча. Затем движение Б – это то, как закончится история с точки зрения слушателя. И вот здесь эта магия истории. История нас захватывает. Но у слушателя всегда есть какое-то предчувствие, да, какое-то предвкушение, каким образом история должна закончиться. И здесь притча может быть похожа немножко на анекдот. То есть, какова структура анекдота? У анекдота есть такая вот, ну, идет канва повествовательная. И шутка, чтобы быть шуткой, то есть, она должна работать на каком-то контрасте, да. То есть, если да, она начинается с чего-то общего знакомого, да, но вдруг заканчивается каким-то неожиданным поворотом. Ну, например, вот, ну, это не очень пошлые шутки, но, допустим, что посеешь, то есть, вы уже предвкушаете, как завершится ваша знакомая. Что посеешь, то и покуришь. Ну, простите, да, вот. Одна голова, хорошо. Вот, вот. Потом и так далее, да. То есть, мы начинаем, на этом построена шутка. Она начинает с какими-то знакомых вещей. Мы уже примерно, ну, знаем, как, и откуда реакция смеха или, как минимум, улыбки. На неожиданной развязке. То есть, другими словами, рассказчик нас как бы берет, мы садимся в санке рассказа, да, вроде бы. Он нас берет, разгоняется. Мы такие довольные. А потом делает резкий поворот, и мы такие вылетаем с санок, такие довольные, счастливые, что как получилось. Хорошо, если там нету дерева, там, на нашем, на траектории, на нашего полета. Так, в принципе, приземлившись в пушистый снежок, нам хорошо. Так действует анекдот. То есть, его функция эритическая вызвать у нас какой-то смех, да, какую-то реакцию смеха и контраст. То есть, знакомые, незнакомые. То есть, как бы, неожиданная развязка. Вот это вот будет и смешно. И так же построены и притчи. Но у слушателя есть как ощущение, что как оно должно закончиться. То есть, он, может быть, точной точности не знает как, но он уже как бы ощущает, что вот так, по идее, должно все закончиться. Поэтому очень важно осознать, что же, какой контраст был в этой притче. Бц это что? Как бы могла закончиться история с точки зрения слушателей? Но на самом деле здесь Иисус рассказывает, и вдруг ожидания слушателя не оправдываются. Контраст. БД это то, как закончил историю рассказчик. И если анекдот, у анекдота такая функция, это рассмешить, вызвать смех, реакцию, ну, это смех как реакция, да, ну, просто такое удивление, все, то иногда притчи Иисуса Христа, они вызвали шок. Просто шок. И АД это то, что мы можем сказать о главной идее притчи с помощью утверждения. То есть, прежде чем сказать, что это притча о том-то, о том-то, нужно что? Пережить эту историю, быть вовлеченным в историю, да? Пойти в мир притчи, тоже ожидать, что как-то она развяжется, позволить рассказчику нас развести. Ну, я думал, что оно так, а оказывается, оно вот так все закончилось. И только после этого я могу сказать, что да, я теперь знаю, о чем эта притча. Здесь мы встречаемся с таким противопоставлением, как утверждение пропозиция и повествование рассказа. И то, что мы после переменки, я расскажу вам, как понять. Ну, я так делюсь, сейчас пытаюсь найти другой эквивалент, не могу. То есть пропозиционный текст и перформативный текст. Продолжение следует...